МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россиян будут штрафовать за несвоевременную смену автомобильной резины. Соответствующий законопроект вынесем на рассмотрение депутатов Госдумы. Санкция за использование летних шин в зимний период составит 2000 рублей, а на шипованной резине запретят ездить с 1 июня по 1 сентября. Помимо этого регионы получат право самостоятельно устанавливать сроки сезонов в соответствии с климатом. Наши горожане, как и все люди, не торопятся со сменой колес и начинают замену колес только тогда, когда наступает первый замороз или выпадает снег. Зимняя, летняя резина, я считаю, что это в обязательном порядке, а насчет лысой это уже, мне кажется, дело человека, следить за автомобилем, за своим. И как это будет происходить, как будут замерять, непонятно. Да лучше штрафовать. У меня, наверное, один раз газель въехала сзади, а потом не было, ой, у меня резина не поменена, а уже лед, я не успел. Наш подробный рассказ о возможном нововведении смотрите в итоговом выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут на канале ТВ-Центр. В Шенкорском районе на трассе М8 автомобиль Ниссан Альмера, двигаясь по своей полосе, въехал в припаркованный на обочине грузовик. Женщина-пассажир легковушки погибла на месте, ее муж госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал, но именно по его вине произошло ДТП. Он не включил габаритных огней и аварийной сигнализации, не выставил знак аварийной остановки. На грузовике не было и государственного регистрационного знака. До конца этого года областное правительство запланировало открыть дополнительно 810 мест в детских садах. Всего в Архангельской области работает 603 дошкольных организаций. Их посещают более 61 тысячи детей. В Устьянском районе открыт новый мост длиной 154 метра. Его возвели почти за год. Мост не имеет ограничений по грузоподъемности и не боится паводка или дохода. Сегодня в АГКЦ в 5 часов вечера пройдет концерт «Дань памяти», посвященный 25-летию мемориала «Площадь памяти» на Вологодском кладбище. В фойе культурного центра откроется фотовыставка, на которой будут представлены кадры из личных архивов участников боевых действий. Сегодня на сцене «Центру Патриот» пройдет бенефис народной артистки России Светланы Михайловой. За 38 лет работы в театре актрисой создано более 80 образов. В 2003 году Светлана Михайлова стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа актера» за роль Хертруда в спектакле «Хамлет. Датский принц». В 2011 году указом президента актрисе было присвоено звание народной артистки России. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите. Ждем вас на Ломоносова, 154. Сейчас в Архангельске облачной. Температура воздуха плюс 3. В течение дня возможен небольшой дождь. Настраивайтесь на чистоту самых актуальных новостей вместе с каналом ПС. Смотрите выпуски сейчас в регионе и хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин